МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сообщениям Геннадия Москаля, в населенном пункте нет газа и электричества. Пригород Луганска также подвергся минометному и гранатометному обстрелу террористов. Под прицельный огонь попала теплоэлектростанция в городе Счастье, где возник пожар. Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования «Север». Также, по их данным, террористы используют новый метод дискредитации украинских военнослужащих. За полчаса до прибытия представители международной организации в район потенциального вооруженного столкновения они начинают стрелять по позициям сил АТО. При этом с расчетом, что войска Украины откроют огонь в ответ именно во время работы комиссии, которая, в свою очередь, зафиксирует факт нарушения договоренностей украинской стороной. Двое школьников погибли в Зугрессе Донецкой области в результате взрыва снаряда. Трагедия произошла, когда дети попытались перенести найденный на улице снаряд. Еще пятерых с ранениями разной степени тяжести доставили в больницы Харциска и Макиевки. Об этом сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации. Местные власти призывают родителей внимательно следить за своими детьми и предупредить их о том, что найденные подозрительные предметы ни в коем случае нельзя брать в руки. Украинские военные отбили все попытки штурма Донецкого аэропорта. Уничтожено 12 нападавших. Об этом сообщил спикер информцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, во время штурма боевики использовали дымовые шашки, из-за чего в соцсетях появилась информация о том, что якобы применялся газ. В этом контексте он призвал граждан не распространять недостоверные сведения. Лысенко также напомнил, что в пятницу украинские военные в аэропорту Донецка получили подкрепление и провели частичную ротацию личного состава, который удерживает позиции. Кроме штурма аэропорта, террористы продолжают обстреливать блокпосты, опорные наблюдательные пункты в районе Дебальца, Воглегорска, Чернухина, Попасное, Счастье. Из реактивных систем залпового огня «Град» боевики вели огонь по украинским позициям вблизи Невельского, Новомихайловки, Красногоровки. За минувшие сутки на Донбассе погибло двое украинских военных. Пророссийские боевики пытались скрыть свою причастность к убийству сотрудника Международного Красного Креста, использовав связи с российскими медиа. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Фейсбуке. В подтверждение этой информации украинские правоохранители опубликовали запись перехваченного разговора между так называемым премьером ДНР Захарченко и спецкорреспондентом российского канала РТР. Эти материалы, как сказано в сопроводительной записи, подтверждают факт фальсификации причастности украинских силовиков к убийству представителя Красного Креста в результате артобстрела Донецка. Продолжение следует... Каковы навскость пробиться от его их сотрудников. Но они ураганы использовали, да? Ну, стреляли. Одну кусок лежит кассет на этой херне, короче. Там фосфор внутри нашли. Так что завтра будем всему миру показывать, чего они бьют по Донецку. Давайте сделаем, чтобы мы людей обвиняли по делу. Не голословно, да? Чтобы провел некий анализ. Это будет хорошо. Напомню, 2 октября в результате обстрела боевиками центра Донецка погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста, швейцарец Лоран Этьен. По отформированию вели огонь по городу предположительно из реактивной системы «Ураган». Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В МИДе заявили, что считают гибель сотрудника Красного Креста терактом и подчеркнули, что причастные к этому преступлению лица и организации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами украинского и международного законодательства. Про неопровержимое доказательство, которое имеет Украина, о том, что снаряд, убивший сотрудника Красного Креста, прилетел с территории подконтрольной боевикам, заявил и постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев. Он заверил международное сообщество в том, что Украина проведет открытое расследование этого дела. Центральный офис Красного Креста в Женеве уже подготовил доклад о гуманитарной ситуации на Донбассе, который обнародуют позже. В документе идет речь об инциденте в Донецке. Также Сергеев подчеркнул, что доклад содержит подтверждение того, что украинских военных в офисе Красного Креста на момент попадания снаряда не было. Нам нечего скрывать, и мы готовы обеспечить доступ международных представителей к расследованию этого и других подобных инцидентов. Россия должна повлиять на боевиков, чтобы прекратить обстрел. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки. По словам дипломата, штаты призывают все стороны конфликта на востоке Украины принять меры по предотвращению гибели невинных людей. Она подчеркнула, что участникам конфликта следует действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Псаки также отметила, что Россия должна незамедлительно использовать свое влияние на боевиков и остановить поставки оружия и оборудования в Украину. Обстрелы и нападения на востоке Украины усилились, особенно в районе Донецка и в его аэропорту. С момента подписания соглашения о перемирии 5 сентября жертвами продолжающихся актов насилия стали более 200 человек, среди которых множество невинных людей, женщины и дети. Россия должна повлиять на боевиков и изменить ситуацию, направив ее в мирное русло. Более 3600 человек погибли и 8500 получили ранения с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. В нем также указывается, что бои на востоке Украины продолжаются, несмотря на подписанный 19 сентября меморандум о прекращении огня. При этом наиболее сильным атакам подвергаются Донецкая и Луганская области. Так, по данным, на 3 октября проживает более 5 миллионов людей. Количество внутренне перемещенных лиц составило почти 380 тысяч человек. Напомню ранее, агенция КООН предупредила о последствиях нарушения перемирия на Донбассе. В Организации объединенных наций также назвали недопустимым обстрел школы в Донецке. В Мариуполь прибыла международная миссия представителей Украины, России и АБСЕ по делимитации границ 30-километровой буферной зоны. Этот рубеж предназначен разделить воюющие стороны в соответствии с минскими договоренностями. По сообщению Горсовета Мариуполя, сотрудникам миссии предоставили помещение для работы и всю необходимую оргтехнику. Однако в связи с тем, что режим прекращения огня на востоке Украины выполняется не в полной мере, то работа делегации несколько притормаживается. Сотрудники службы безопасности Украины обнаружили вблизи Лисичанска Луганской области замаскированный тайник с арсеналом оружия и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Из тайника изъяли гранатомет, противотанковое ружье Симонова, 160 патронов, оптические прицелы и средства мобильной связи. По данным спецслужбы, боевики планировали взорвать объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. Они приготовили 10 километров электрического кабеля и устройства для дистанционного подрыва. Личности злоумышленников установлены. Это местные жители, которые по заданию главарей, так называемой ЛНР, готовили теракты. Продолжаются оперативно-следственные действия. Минобороны Украины активно обновляют парк военной авиации. В пресс-службе ведомства сообщили, что до конца года в войска поступят отремонтированные 28 самолетов, 3 вертолета и 43 двигателя на общую сумму более 400 миллионов гривен. Кроме того, в Минобороны надеются получать военную технику от украинских предприятий раньше, чем страны-члены НАТО, которые готовы покупать технику украинского производства. Однако отечественную армию необходимо перевооружить и обеспечить всем необходимым в максимально короткие сроки, подчеркнул министр обороны Валерий Гильдетей. И сделать это нужно именно за время перемирия. Глава оборонного ведомства отметил, что на каждом заводе уже есть определенная часть техники, которая законстрактована и подготовлена к отправке в зону АТО в ближайшее время. Дата очередного этапа трехсторонних переговоров в формате «Россия-Украина-ЕС» по газовому вопросу будет определена на следующей неделе. Об этом договорились представители Украины и Евросоюза в Брюсселе. Еврокомиссия пока не может точно назвать дату и место проведения очередной трехсторонней встречи по газу, но представители комиссии уже получили реакцию на предложения от Москвы и Киева. Напомню, вопросы поставок и цены российского газа для Украины стороны начали обсуждать 26 сентября. Вчера состоялась еще одна встреча, но к компромиссу пока не пришли. Власти США отменили торговые льготы для России. Об этом сообщили представители Белого дома. Формально решение не связано с участием России в украинских событиях. В изданной президентом США прокламации отмечается, что экономика России, цитата, «достаточно продвинулась в сфере экономического развития, и это является основанием для того, чтобы исключить Российскую Федерацию с перечня развивающихся стран». С утраты статуса теряется и право продавать в США без пошлин почти 400 наименований товаров на сумму более полумиллиарда долларов ежегодно. Решение вступило в силу. Документ опубликован на сайте Белого дома. Украинские мировые фондовые индексы далее. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин